здрасте здрасте мои дорогие и любимые зрители моего канала сегодня я с вами записываю второе видео и сегодня я вам расскажу про лиану киркозон вернее я не столько про нее расскажу а мы вспомним мое видео летнее помните красивую лиану с огромными огромными листьями лиана у которой листья больше моей руки и растут эти листья весь вегетативный период с весны до осени очень красивая лиана и ссылочку на это видео я сейчас поставлю вверху и еще внизу в описании поэтому вы можете кликнуть и перейти на это видео посмотреть про эту лиану и вот ничто не случается просто так когда я записывала сегодняшнее видео и путешествовала по саду по своему красивому я увидела что киркозон у меня впервые в жизни дал плодик а плодик у него похож на огурец я сорвала этот плод и сейчас же распотрошила его сейчас мы посмотрим что там внутри а внутри этого плодика вот такие семена посмотрите вот такие пластиночки и сколько много тут разных семян вот они вот они с крылышками семена с крылышками с вот такими видите вот и я сразу же обратилась к гуглу гугл родной мой подскажи что мне сделать с этими семенами нужно ли нужно ли их мне положить в мешочек и сохранять до весны либо мне нужно про стратифицировать их и гугл мой родной сказал конечно про стратифицировать значит если стратифицировать то это высевать в феврале и ставить их в холодильник либо либо их можно высечь и высеять сейчас под снег и какое счастье земля еще не замерзшая правда морозится ищик берется у меня как раз есть место сейчас я возьму лопаточку скопаю и посажу киркозон и буду наблюдать взойдет ли это лиана вот бы взошла дорогие мои я бы вот кто в беларуси и у меня просил эту лианку я бы с удовольствием вам бы особенно моим подписчикам сделала бы ее со скидочкой с хорошей скидочкой главное только чтобы она взошла потому что семян там много вот такие у меня новостя но уже показывать как я там сажу хотя покажу покажу как я вскопала как посадила как заглубила я смотрю вы это любите смотреть а я люблю вам это показывать итак я почистила этот огурец вот такая у меня получилось еще штучка посмотрите можно ее для украшения куда-то дома букет с сухоцветами положить поставить в принципе прикольная и вот у меня получилось столько семян сейчас я их сажу это все просто садить заглубляем где-то на сантиметра три четыре ой перевернулась баночка стараемся так садить чтобы семена были друг от дружки на каком-то расстоянии вот высадили высадили и просто закрываем землей ну вот еще отметила камешками дорожку чтобы не затоптать вот потому что получилась очень узенькая тропинка тут у меня растут маленькие кипарисовики и вот так я еще покажу вам как я укрыла спонбондом чуть не шлепнулась спонбондом самшитики почему укрываю самшитики потому что верхушечки вот видите светло-зеленые верхушечки они не успели как бы накопить питательные вещества и могут подмерзнуть поэтому когда они укрыты даже таким тонким спонбондом то тогда верхушечки сохраняется лучше и быстрее примутся при примется в рост а так придется подмороженной верхушки обрезать и будет укоротим сам самшитик и это плохо значит он получится покороче и дольше будет расти ой я совсем забыла нужно с этим семенам обязательно сказать что мы их любим и ждем и хотим чтобы они взошли росли превратились в большие деревья сейчас я их попрошу вы не поверите но это очень очень действует мои маленькие милые киркозончики пожалуйста взойдите я вас очень очень люблю и жду ну вот а теперь я уверена что все будет хорошо ну что ж будем наблюдать и обязательно вам расскажу про это мое садовое приключение а пока пока ждите я скоро вам приду со следующими какими-нибудь приключениями историями или еще чем-то но обязательно мы снова встретимся на моем канале а пока ждите